здравствуйте дорогие друзья сегодня по просьбе подписчиков мы будем изготавливать муха блесну вариантов очень много но учитывая то что у меня есть определенная категория заказчиков которая выполняет как говорится делают у меня заказы круглый год и на зимнюю рыбалку и на все виды будем говорить так рыбалок поэтому исходя из этого я сейчас буду просто как говорится выполнять заказ те которые мне сказали изготовить ну и заодно я все расскажу потому что я выложил фотографию на фейсбуке очень много было просьб связать значит давайте вот я покажу такой величины крючок это или шестерка или восьмерка честно не скажу потому что у меня россыпью я вот в такой коробочек сложилась и у меня они чуть длинная цевьё чуть короче поэтому исходя из этого я ну не могу сказать но увеличить фотография у меня имеется если нужно по сантиметрам я величину этого крючка скину как зажимать это уже но не имеет большого значения вообще почему потому что мы с вами должны работать хоть так зажмете хоть так зажмете это не принципиально значит что здесь можно использовать как в нахлости можно с помощью сбирулина можно с помощью обычно обычной махово удочки спиннинга чем угодно забрасывать если вы хотите допустим делать ее для более глубокого погружения понятное дело необходимо значит тело изготовить с использованием свинца ну я беру нитку достаточно такую толстую среднем получается где-то 60 и и так как у меня пайка здесь не фильтикультяпная на этом тройнике то я клеем не мажу вполне достаточно будет для того чтобы не так у меня лягла и закрепилась что нам понадобится кроме тройника нам еще с вами нужно будет вот хотя бы вот такую вот найти нержавеющую жесть если ничего нет а вы очень хотите ну используйте крышки для консервации в принципе то это так надолго не хватит но душу отведете у меня допустим так как я изготавливал всевозможные вертушки имеются вот такие разные лепестки лепестки могут быть как лунг как вот капля или же вот как я вам показал не зря кусочек вот такой жести я вырезал вот такой формы приблизительно как вы видите чтобы подходил по величине моей мухоблесны лепесток надфилем снял все заусеницы так как резал ножницами шилом можно просверлить можно шилом сделать отверстие что теперь нам необходимо с вами сделать мы берем бокорезы ки и вот так на косую раскусываем раскусили и и отводим теперь в сторону вот теперь до конца отводим в сторону чтобы можно было подсоединить вот камера я думаю передаст чтобы подсоединить вертлюжок и теперь берем одеваем здесь наш вертлюжок если по каким-либо причинам ну вот допустим там не мешала заусеница вы ее убираете ну и вот у меня получилось так что я одел вертлюжок ну а теперь чтобы не портить внешний вид я возьму аккуратненько верну обратно все то что я раскусил на место нашей нашего лепестка вышла вот такая как вы видите со щелью конструкция вертлюжок скажу вам честно уже никуда не денется уже проверено годами что я теперь делаю я теперь беру ну вот как мне удобно и вот удерживая по центру слегка стараюсь придать закругление вот такое вот выпуклость в пуклость чтобы была на лепесточке ну он будет играть даже если он ровный потому что он достаточно легкий и под потоком воды очень хорошо работает вот такие всевозможные родные тяжелые но тоже будут работать очень хорошо еще я изготавливал вот такие разные из алюминия тоже работает вот я ее подгружал дробиночкой тоже достаточно хорошо работает все мы с вами сделали теперь нам понадобится проволока ну друзья мои у вас у каждого есть что-либо там по хозяйству где вы что-то можете вот для себя найти ну вот я нашел провод где-то 0.65 по диаметру он вполне выдержит все что можно или же вот у меня есть вот я изготавливаю поводки для хищника есть нехром он 0.3 диаметром 0.4 какой у вас будет такой вы и делаете теперь мы с вами вот взяли отмерили сколько нам приблизительно нужно взяли сделали петелечку и еще раз одеваем теперь уже в колечко смотрим как будет здесь у нас наш лепесток по величине значит с поводком и с этим с вертлюшком должно быть ну считайте эта же длина которая имеется вот у нашего крючка все лишнее я убираю как вы видите я не ищу здесь никаких материалов то есть абсолютно все то что вот вы найдете у себя дома укладываю теперь все это к крючку значит лишнее уберу еще чтобы до колечка не доходило и теперь я знаю уже все у меня четко вот она она моя длина слегка подхватываем и вот теперь я использую клей уже тысячу раз показывал и каждый раз вы спрашиваете вот такой клей гель который быстрой фиксации тот же клей секунда который используете вы для поклейки какой-либо пластмассы и пока у меня еще не опа видите как я говорил что желательно следить за острием раз и уже все меня зацепил за кончик нитка порвалась ничего страшного это бывает у всех я даже не останавливаю продолжаю дальше кому что возьмете промотаете нитка вдевателем протяну и продолжаем дальше здесь можно сильно не усердствовать потому что мы с вами будем тело изготавливать в виде вот такой мяча регби поэтому желательно чтобы вот такими движениями у загиба но желательно дойти до самого самого вот где у нас загиб крючочков удаляем нитку и что мы дальше делаем закрепляем теперь вот самое такое нехорошее это вот то что нужно найти подходящее перо ну у меня имеется вот такое перо оно специально из селекционных пород петушка разной лохматости но если у вас нет используйте перо шлямпное оно более-менее подходит и крепим стараемся так чтобы не сильно примять перо крепим аж до самого загиба закрепили сильно усердствовать не надо потому что мы с вами сейчас еще будем изготавливать тело тело будет у нас изготавливаться из даббинга это обыкновенный ну вот у меня есть разные остатки мехописца хорошие такие живота и с добавлением вот голографического люрекса можно и не делать но скажу откровенно в принципе то лепестка вполне хватает поэтому это я уже здесь так как изготавливаю по под себя и под заказ поэтому я делаю с большей привлекательностью нанесли подкрутили и добавляем ржавого даббинга плюс-минус по всей длине немножечко вот так и начинаем формировать следим за тем чтобы у нас мы не залезли подкрутим чтобы не залезли и не порезали нашу ниточку двигаемся к загибу вот такими движениями дошли теперь я беру опять но уже сам голографический этот красивый люрек спектра или даббинг как у вас там какой будет и раздвигая делаю уже более менее симпатичное тело этого вот нам достаточно теперь смотрите до колечка я не дохожу буквально потому что мы с вами будем изготавливать головку опять я беру наш даббинг так потому что две трети тела мы изготовили а остальное у нас еще надо тело подмотать вот так будет достаточно добавляем теперь наш блестящий изготавливается практически но если я меньше разговаривал объяснял и буквально там пять минут и оно все готово теперь смотрите я не не креплю проволокой потом не армирую само перо я делаю вот так такие вещи если вы уверены что вы аккуратно намажите перо вернее намотаете перо я промазываю вот клеем в трех-пяти местах по плоскости на сто восемьдесят градусов клеем и мое перо при намотке сразу ляжет на клей и будет достаточно хорошо держаться ну и теперь аккуратно друзья как захотите хотите пусть ёршик у вас идет колечку хотите пусть идет к загибу это уже не столь принципиально ну и с ровным шагом стараемся выполнить вот обмоточку по всему телу такие же допустим тройники можно я уже изготавливал отдельно и для вертушек разных ну и достаточно хорошо они себя ведут и вот отдельно как вот такая муха блесна теперь смотрите здесь как таковую я головку сильно не не изощряюсь я беру немножечко вот увожу все эти перо не трогаем ни в коем случае приклеим и пальцы и приклеим бородки поэтому ждем пока клей наш окончательно прихватит ну и здесь дальше я сформирую небольшую вот такую вот головку если возле колечка у вас какая-то лохматость это не страшно лишний материал возле колечка на головке убирается зажигалкой на 3 секунды все как вы видите я это сделал теперь я делаю завершающий узел так и для вот здесь как раз для нормальной крепости пока не трогаю нанесу опять же наш клей берем небольшую капельку и аккуратненько так чтобы не попало на перо промазываем клеем место крепления и теперь сделаем небольшую паузу пусть она у нас высохнет окончательно ну и дальше потом продолжим клей приклеится вернее и дальше продолжим все подсохло я сделал вот как вы видите небольшая вот такая не сильно выдающаяся головка просто скрыл те неровности которые были при пайке крючка значит приманка получилась у нас длиной значит порядка 6 сантиметров что вполне годится для щуки ну для окуня понятное дело это немножечко великовато хотя это зараза такая что может и на это позариться как я уже говорил забрасывать можно любой снастью ну в идеале конечно было бы использовать допустим вот как донная можно и с чебурашкой поэтому вы пробуйте сами как вам будет удобно ну приманка достаточно уловистая благодарю вас друзья за внимание пишите до скорых встреч